Смотрите сегодня в выпуске президентская вета мнение правозащитников об отмененном законе, который должен был помочь переселенцам не энергомост, а мифической связи Крыма и Кубани История борьбы. В Черкассах открылась выставка о жизни Мустафы Джемилева Наследие рушится. В Крыму упала часть башни Генуэзской крепости Украинские правозащитники и общественники с авторавитированного президентом закона номер 2166 намерены продолжать борьбу за документ Напомним, этот закон значительно упрощает процедуру регистрации переселенцев из Крыма и зоны АТО освобождает их от процедур подтверждения своего статуса, а также обязывает Кабмин создать базу данных внутренне перемещенных лиц Проект несколько месяцев блокировался в парламенте, а потом был утвержден лишь с третьей попытки в начале ноября после масштабной адвокационной работы парламентского комитета по правам человека и правозащитных организаций Однако затем закон неожиданно витировал президент Украины Петр Порошенко Правозащитники намерены бороться, говорят, создали электронную петицию с требованием пересмотреть отношения украинских властей к переселенцам Враховывая ситуацию, которая склалась с витированием законопроекта 21.66 и с тем, что парламент, уряд, президент, они полностью отмеживаются от этой проблемы Мы хотим привернуть их внимание и нагадать, что все-таки полтора миллиона граждан Украины, они ожидают каких-то решительных действий С помощью электронной петиции ее инициаторы намерены привлечь к процессу борьбы за свои права переселенцев из различных регионов Украины Правозащитники и депутаты уверены, длительное отсутствие государственной политики относительно работы с внутренне перемещенными лицами грозит гражданскими протестами Такие действия от президента также увеличивают такой градус напряжения, увеличиваются между переселенцами и владой И поэтому мы не можем гарантировать, что не будут выходить, как вы это назвали в питании, Кримский Майдан или Донбасский Майдан И что люди не будут достигать своей мечты, чтобы они были почуты и в такой способ Инициаторы электронной петиции к президенту надеются, что ее поддержат как можно больше переселенцев в различных регионах страны И она уже в ближайшее время наберет необходимое количество голосов Их, напомним, должно быть не менее 25 тысяч Выдали желаемое за действительное В Крым ночью 27 ноября поступили первые 22 мегаватта электроэнергии из Краснодарского края Об этом на заседании межведомственной комиссии по контролю за общественной безопасностью С гордостью сообщил так называемый первый вице-премьер Михаил Шеремет Еще об этом никто не знает По энергомосту Кубань-Керчь уже поступили первые 22 мегаватта Успешно прошло испытание ночью По словам Шеремета, электроэнергия отправилась в Керчь Но оказалось, кроме Шеремета, об этом не знают даже в Москве В Министерстве энергетики России пришлось опровергать слова зама Аксенова 27 ноября около 11.20 в ряде СМИ появилась информация о поставках 22 мегаватт по энергомосту из Кубани в Крым Об этом сообщил первый вице-премьер Республики Крым Михаил Шеремет На заседании межведомственной комиссии по контролю за общественной безопасностью Минэнерго России обращает внимание на то, что данная информация не соответствует действительности После реакции из Москвы Шеремету срочно пришлось оправдываться Оказалось, первый зам Аксенова не разобрался в ситуации И выдал желаемое за действительное И перепутал энергомост из России с Симферопольской ТЭЦ Которая сейчас работает на пределе мощности В двух турбинах и трех котлах Ночью работники починили вторую турбину и получили дополнительные 22 мегаватта Только вот жители Симферополя улучшений не заметили В городе по-прежнему дают свет без графика по 2-4 часа в сутки Однако не у всех А еще перед блокаутом обнаружилась часть генераторов пропала Задача, которая нам дана на сегодняшний день А задача такая, ну, экстраординарная Ну, правительство, я считаю, справляется на хорошую четверку Пять пока поставить нельзя, только скоординированность налаживается Но, тем не менее, радует уже что? Что мы уже вышли на режим определенный Штаб заработал так, как и должно работать в этой ситуации Генераторы нашли все, говорят, что растащили половину генераторов Дело в том, что все покажет ревизия Документальная, так или иначе Пока генераторы, которые передавала Россия в Крым, ищут Жители полуострова, которые имеют доступ к электричеству Слушают извинения от так называемого главы Конечно, при этом хочу принести извинения свои глубокие крымчанам Связанные с тем, что не смогли соответствующим образом подготовиться К данной, ну, можно сказать, катастрофе, да, если так оценивать То есть, как бы определенные последствия Но, еще раз говорю, в любом случае надо давать скидку на то Что задача, которая решается сегодня, аналогов не имела и не имеет Что касается несоблюдения графиков подачи электроэнергии в дома крымчан Аксенов в очередной раз пообещал, что их опять пересмотрят И рано или поздно начнут выполнять Крымчане пока ждать готовы Раньше при Луне, вот при Луне, как ее, жгли палочку и сидели И еще ничего, а сейчас Теперь живем все Я во время войны пережила в пеленках Да, и все было, и жива была И то терпели войну Это ерунда все Я говорю, в школу ходили, при Каганцах этих уроков учили А сейчас можно при свечах читали Полежать и подождать, пока тут Все нормально Нормально Ничего нормального нет Ничего нормального нет Аксенов много обещал На деле ничего нет Целое лето говорил, что готовы Что все готовы Все у нас под контролем, у нас полно генераторов На самом деле оказалось ничего нет И с лекарствами И с ценами И со светом Еще не хватает Газ выключить и совсем будет хорошо Что касается Света из Украины То крымчане скорее не хотят его Чем наоборот И идти на требования активистов Гражданской блокады считают ненужным Отпустите Савченко С тюрьмы этих Отпустите Ничего им не надо давать Ничего, правда Еще на уступки идти за ними Вот вы становитесь Такими же, как они Ничего не давали Мы газа не давали Бесплатно Ничего им не надо А вы что? Я очень довольна Я хочу сказать Что ничего им давать не надо Так же, как они сделали Первый раз воду перекрыли сразу нам Жалко всего стало Все Сколько для них делали Для этих украинцев Рассадник фашизма Украина сегодня Несмотря на то, что я Сама киевская Сама с Киева А я бы только так сделала Потому что там будет беда Я бы то Ликвидировала Всю Украину Заняла бы Пока крымчане ждут Энергомоста из Кубани И считают, что жизнь при луче Не лучше, чем с украинским светом Мечты о свете из России Жители полуострова Холодным душем Остужают в Украинерго Чтобы обеспечить Крым России необходимо проложить Как минимум пять Высоковольтных кабелей Через Керченский пролив И перестроить Энергосистему Всего полуострова Сейчас вдоль Керченского пролива Они пытаются кинуть кабель Пока они не усилят связь Между Керчью и Феодосией Феодосией и Севастополем Оттуда нельзя будет Передавать электрическую энергию Это все равно, что Подавать кровь в человеческий организм Через вену на ноге Ее толщины не хватит Передать кровь до мозга В Украинерго поясняют Ни сети Ростовской области Ни восточного Крыма Не приспособлены Принять такую мощность Поэтому потребуется Масштабная реконструкция И строительство Новой энергоинфраструктуры Для того, чтобы обеспечить Крым гарантированное Снабжение от России Без учета строительства Своих источников Традиционной Или альтернативной генерации Потребуется около Трех лет От депортации крымских татар В 1944-м До российской аннексии Крыма В Черкассах Открылась выставка О жизни Мустафы Джемилева Фотоэкспозицию Представили в рамках конференции Посвященной Украинско-польскому сотрудничеству Напомним В июне прошлого года Мустафа Джемилев Стал первым лауреатом Премии солидарности Имени Леха Валенцы Которую еще называют Польской Нобелевской премией Денежная часть награды Которую присудили Джемилеву В борьбе за права своего народа Составила 1 миллион евро Больше половины Он передал родственникам Героев Небесной сотни А также семьям погибших В зоне АТО медиков И журналистов Больше 70% Цей грешевой премии Как раз в выпадке Мустафы Джемилева Было скеровано На поддержку Резного рода Громадянских инициатив Между прочим Это Моя цена власть Допомога Родинам Семьям Небесной сотни Допомога Правова Яка надается Людям Потропилам Від российской аэреси Зокрема в Крыму Благодаря решению Джемилева О передаче Части денег Родственникам Героев Небесной сотни И погибших На Донбассе 180 семей Получили финансовую помощь Изначально Польская премия Солидарности Не предусматривала Гуманитарной составляющей Часть средств Полученных лауреатами Должна была Идти на развитие Демократических Инициатив В странах Которые они Представляют Однако Джемилев Изменил И эти правила Мы таким способом Хотели выразить Свою дань Уважение Уважение К этим людям Этим патриотам Нашей страны Благодаря которым Собственно Украина Стала свободной Мы Этих людей Будем помнить Вечно Мы Не оплатываем Долгу Перед этими людьми Ибо Благодаря им Мы сейчас Живем В свободной Демократической Стране При этом Организаторы Выставки Посвященной Мустафе Джемилеву Говорят Ее цель Не только Отметить Заслуги Лидера Крымско-татарского Народа Еще одна Задача экспозиции Рассказать Украинцам Про коренной Крымский народ Их надежды И борьбу За жизнь По словам Автора Проекта Надима Усейнова З це незнання Знаєте Виникало Дуже багато Стеретипів Серед Інших Українців Бо у нас Багато Національна Країна Які Не знаючи Про кримські Татарів Детально Вірили Різним Маніпуляціям І ці Стеретипи Ніж іншим Знаєте Певною Мірою В якомусь Сенсі Визначили Також Стали Одним З елементів Який Плинув На неспроможність Української держави Та суспільства Захистити Крим Під час його Окупації Російської Федерації Организатори Виставки Рассказывають При помощі Экспозиції Українці Смогут Узнать Кто такие Кримські Татары І какой Історический Путь Им пришлось Пройти Такую Возможність Уже Получили Жители Польши В августі Виставка Была Представлена В Варшаві Во время Церемонії Вручення Второй Премії Солидарности Дочери Убитого Российского Оппозиціонера Бориса Ненцова Жанне Она Также Отдала Большую Часть Премий На благотворительные Проекты В Украине В частности Эти средства Пойдут на помощь Вынужденным Переселенцам Из Крыма И Донбасса А также На финансовую Поддержку Крымско-татарского Телеканала АТР Министерство Культуры Украины Обратилось Письмом Штаб-квартиру ЮНЕСКО С призывом Обратить внимание На состояние Сохранения Памятников В оккупированном Крыму Об этом Вице-премьер Министр культуры Вячеслав Кириленко Сообщил В эфире Украинского радио Поводом Для обращения Стала информация Об обрушении Части башни Номер 19 В Судакской Крепости ЧП Произошло В середине ноября Из-за шквального ветра Кириленко считает Что причиной Послужило то Что в эти полтора года Так называемая власть Не уделяла внимания Поддержке И реставрации Памятников В Крыму А также Аварийным работам Напомним Заповедник Судакская крепость Находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО Руководство заказника Еще в феврале этого года Говорило о том Что состояние Безымянной башни Номер 19 Существенно ухудшилось Из-за неблагоприятных Погодных условий Стена Накренилась Об этом сообщил Кирьяков Которому удалось Стретиться Заместителем Директора заповедника И получить Соответствующие документы В письмах В Крымское министерство культуры И комитет По охране памятников Руководство Судакской крепости Сообщает им Что нужны срочные Противоаварийные работы Ранее были письма Тоже отправлены По этому объекту И он должен был Подлежать реконструкции И противоаварийным мероприятиям Этого не произошло И мы его просто огородили Вокруг Это вы огораживали Еще заранее Потому что он был В очень критическом Аварийном состоянии Руководство крепости Заявляет Что самостоятельно Проводит часть работ Ограждение крепости С левой стороны Противопожарное оборудование Камеры наблюдения За заповедником Между тем В феврале прошлого года Они сообщали И о том Что существенно Ухудшилось состояние Седьмой и восемнадцатой башен Храма с аркадой Но и на их реконструкцию И противоаварийные работы Денег тоже пока не выделили Никакой роли не сыграло И то Что в октябре пятнадцатого года Власть России внесла крепость Так называемый список Двухсот двадцати объектов Культурного наследия Федерального значения На территории Крыма Вошли Есть такое распоряжение Но пока еще Конкретных указаний По каким-то Будем говорить Нововведениям Мы не имеем Есть надежда Что финансирование будет Да, конечно Мы на это надеемся И думаем Что все будет В гораздо лучшем На свете В Министерстве культуры Украины напоминает Вся ответственность За повреждения Или разрушения Памятников Крыму После аннексии Несет оккупационная власть Министр культуры Вячеслав Кириленко Прогнозирует Что если Россия И дальше будет Так же относиться К историческому наследию Полуострова Проблемы будут И в Херсонесе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова